Вся страна отметила День защитника Отечества, а на территории Бородской Украины теперь это считается днём захвата Крыма. И Порошенко заявляет, что сделает всё возможное для того, чтобы вернуть Крым. Какова стадия сейчас российско-украинских отношений? Проснёмся ли мы один день, узнав, что началась война? Я думаю, что такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен и надеюсь, что до этого никогда не дойдёт. Что касается возврата каких-то территорий, то это такие вещи реваншистского характера. И дело не в возврате каких-то территорий куда-то. Дело в том, что сегодняшний, на мой взгляд, я не хочу давать никаких советов, но всё-таки руководство такой большой европейской страны, как Украина, прежде всего, должно вернуть страну к нормальной жизни. Наладить экономику, социальную сферу, наладить свои отношения с юго-востоком страны цивилизованным образом. Обеспечить законные права и интересы людей, которые проживают в Донбассе, скажем. Если реализовывать Минские соглашения, уверен, так и будет сделано. Но что касается Крыма, вот помните, год назад, как раз, когда я выступал перед депутатами Федерального собрания по этому поводу, я тогда говорил, что Крым, он как был, так и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским, и греческим, там же и греки живут, и немецким. Он будет домом для всех этих народов. Что касается государственной принадлежности, то люди, проживающие в Крыму, сделали свой выбор. К нему надо относиться с уважением. И по-другому Россия к этому относиться не может. И надеюсь, что и наши партнёры, и в ближнем, и в дальнем зарубежье будут к этому относиться в конечном итоге так же, поскольку высшим критерием истины в данном случае может быть только мнение самого народа. Произошёл разрыв. Во мнении американской части эстаблишмента европейской, американской говорит, что Россия впрямую вторглась в Дебальцево, что необходимо вводить дополнительные меры воздействия на Россию, и Керри обвинил даже европейских партнёров в том, что их позиция малодушная. Европа пока не поддерживает. В этом же базовый разрыв. Я, честно говоря, даже не слышал таких оценок. Мы говорим, что гражданская война, Украина говорит, что нет, это прямое вторжение России. Почему мир не видит правду? Не хочет. Во-первых, мир сложен и многообразен. И кто-то видит, а кто-то не хочет и замалчивает. Монополия на мировые средства массовой информации даёт возможность нашим оппонентам вести себя так, как они ведут. Ну, потом, наверное, несколько неаккуратное моё замечание в ходе поездки в визит в Венгрию имело какое-то действие. Когда я сказал, что обидно проигрывать вчерашним шахтёрам и трактористам, неприятно проигрывать и России, но как-то менее унизительно. Вместе с тем, мы же знаем высказывания должностных лиц, высших должностных лиц Украины, в том числе высших должностных лиц украинской армии, о том, что, как выразился начальник генерального штаба, когда он сказал, что мы не воюем против российской армии. Ну, чего ещё нужно? Но вообще это всё чрезвычайно плохо. И попытки оправдать поражение, и попытки свалить это на Россию. Но самое плохое – это раздувание конфликта между Украиной и Россией, и попытки раздувать этот конфликт. Если ещё раз повторяю, уже сказал, ещё раз скажу. Если минские соглашения будут исполняться, я уверен, что постепенно ситуация будет нормализовываться. А в исполнении минских соглашений, полагаю, Европа заинтересована не меньше, чем Россия. И никому не нужен на периферии Европы конфликт, тем более вооружённый. Удалось ли обратить внимание наших европейских коллег на нацистскую идеологию, которая стала торжествовать в Киеве? Появилась ли тревога? Они стараются этого не замечать. Но вот что я бы отметил, это их, как мне показалось, искреннее желание найти такие компромиссные решения, которые привели бы к окончательному урегулированию. Ведь, если вы обратили внимание на Минский протокол, там говорится о децентрализации власти, а потом есть сноска. Что под этим подразумевается? Так авторы этой сноски – наши немецкие и французские партнёры. И это говорит о их искреннем желании найти те компромиссы, о которых я только что сказал. Минская договорённость позволила вернуть ту степенью доверительности, которая у вас была раньше в отношениях с руководителями Франции и Германии? Вы знаете, абсолютной доверительности, я не знаю, не в каждой семье, наверное, можно найти. А на международном уровне ещё сложнее. Но на мне представляется, что мы друг друга понимаем и в целом друг другу доверяем. Хотя, конечно, какой-то элемент недоверия сохраняется. Но у меня всё-таки сложилось представление о том, что всё-таки нам партнёры скорее доверяют, чем нет. И, во всяком случае, верят в нашу искренность. Существует ли у вас сейчас рабочий контакт с президентом Украины? И есть ли у вас доверие к тому, что то, что вам говорит господин Порошенко, он собирается исполнять? У нас контакт сохраняется. Я иногда просто несколько удивляюсь публичным заявлениям руководства Украины. Ну, например, о том, что сотрудники нашей администрации принимали участие в трагических событиях на Майдане год назад. Это абсолютно полная ерунда. Настолько далёкая от действительности, что даже удивляешься, откуда это берётся. Иногда, я потом слышу, что такие заявления основаны на неточных данных специальных служб, так мне иногда говорят. Ну, я бы попросил быть повнимательными, более внимательными при использовании тех сведений, которые ложатся на стол моим украинским коллегам. В случае эскалации вооружённых действий со стороны Украины и национальных батальонов, возможно ли создание Минска-3, проведение Минска-3 или проведение России экстренных дипломатических мер вплоть до признания ДНР и ЛНР? Ну, пока в этом нет необходимости в каких-то экстренных мерах, потому что эти минские договорённости, они остались не только документом, который выработан четырьмя участниками этого минского процесса, имею в виду Украину, Россию, Францию и Германию. Они же закреплены в резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций и приобрели форму международного правового акта, поддержанного фактически всем международным сообществом. Это уже совсем другая история, как говорится, и я очень рассчитываю на то, что это будет исполняться. А если это будет исполняться, то это верный путь к нормализации ситуации в этом регионе страны.